Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я проведу эксперимент. У меня есть баранья корейка, и я очень долго думал, что бы из нее вкусного приготовить. И мне попался под руку рецепт звездного шефа, который получил звезду Мишлен и живет в Шотландии, Алана Мерчисона. Он приготовил ягненка по-мароккански с пряными травами. У меня есть свое мнение по этому рецепту, но я хочу его воспроизвести и попробовать, что из этого получится. Для этого у меня есть баранья корейка и специи. Для приготовления маринада я использую черный перец, зиру, кориандр, ягоды можжевельника, свежий тимьян, свежий розмарин, цедру лимона, цедру апельсина и пучок свежей кинзы, а также олепковое масло. Все пряности я растираю в ступке солью, добавляю туда тертую цедру лимона, апельсина, листики тимьяна и розмарина и разбавляю олепковым маслом. Я разрезал баранью корейку на примерно одинаковые куски и замариную ее в приготовленном маринаде. Я очень тщательно намазал каждый кусочек мяса маринадом и теперь по рецепту мясо должно мариноваться в прохладном месте не меньше суток. Но у меня столько времени нет, поэтому оно будет мариноваться всего полсуток. Я думаю, для того, чтобы определить, стоит ли этот рецепт повторять, половины суток будет достаточно. Прошло 12 часов, баранья корейка по рецепту шефа Мишлена замариновалась, но уже есть некоторые нюансы, о которых я сейчас хочу сказать. После маринования мясо потеряло форму и оно раскрылось, поэтому я принял решение его увязать кулинарной нитью. Теперь его нужно обжарить. Шеф предлагает обжаривать его в оливковом масле первого отжима, но так как мы будем запечатывать мясо и придавать ему карамельную корочку, то оливковое масло будет гореть и придавать неприятный вкус блюду, поэтому я буду обжаривать баранью корейку на бараньем жире в казане, для того, чтобы уменьшить количество брызга. Приступим. Я буду обжаривать по одному кусочку, чтобы не погасить температуру в казане. Сейчас у меня был жир загорет до температуры 210 градусов. Самое важное, придать корочку жиру снаружи стороны части корейки. А это открытую часть мяса я буду меньше обрабатывать еще по температуре. Пока здесь не появится прекрасная корочка. Вот так. Отдельно у меня греется толстостенная сковорода, которую я перемешил в жарочный штат. Таким способом я обжариваю все кусочки бараньей корейки. Звездный повар предлагает обжаривать мясо в оливковом масле по 2-3 минуты с каждой стороны. Час прошло ориентироваться на полторы минуты. Я вижу, что дальше уже греть нет смысла. Суточек нужно доставать. Сковороду я пока выключаю. И жирной стороной на дно сковороды укладываю кушечек мяса. Немножко прогреваем масло в казане. Жарю я на бараньем жире. Вот так по стенкам казана я ввожу масло, чтобы оно отняло температуру и стало горячим как можно быстрее. И следующий кусочек. Последний кусочек бараньей корейки я уже обжарил. Выкладываю на горячую сковороду жиром вниз. И отправляю в жарочный шкаф разогретый до температуры 190 градусов на 8-9 минут. Но я буду контролировать температуру внутри куска. Я хочу, чтобы температура внутри куска была не выше 55 градусов. Баранья корейка по рецепту звездного шефа Мишлена Алана Мерчисона находится в жарочном шкафу. Наконец пришло время бокала вина. Почему же все-таки белая? Потому что этот маринад, который мы сделали на основе оливкового масла, кимьяна, розмарина и пряностей, я возьму и разбавлю белым сухим вином. Ориентировываюсь на 150-170 грамм. И выпариваю. Сделаю соус, который мы будем использовать при подаче бараньей корейки. Ставим это все на огонь и выпариваем. Баранья корейка пробыла в жарочном шкафу 10 минут. Температура внутри самого большого куска, на момент, как я ее достал, составляла 54 градуса. В кусках поменьше уже была, пока я измерял температуру, была 59-60 градусов. Вот такая красивая баранья корейка получилась на срезе. Именно такая, как я люблю. Розовая. Самой легкой прожарки. Соус я уварил, но это больше похоже не на соус, а на оливковое масло. Я попробую и скажу свое мнение по этому соусу. Ну, вид пока такой. Звездные критики Мишлен назвали рецепт Алана Мерчисона удивительно пряным и ароматным способом подать британского ягненка. Я попробую. Я понимаю, что сюда лучше подойдет красное вино, но так как рецепт тепло-белое, поэтому будем пробовать с белым. Мясо очень сочное. Мы будем оценивать его вкус и аромат, потому что текстура это в руках любого шефа, то есть меня. Мясо очень нежное и сочное, но меня в первую очередь интересовал контраст лимонной и апельсиновой цедры с остальными приправами. Я вам скажу, что это все очень хорошо слышно, но на мой взгляд это не есть классическим сочетанием к баранине. Это лучше подойдет к хорошей сиренине. Пока попробуем соус. В соусе тоже очень ярко слышны нотки цедры цитрусовых. Ну, после вкуса, конечно же, оливкового масла. Еще раз хочу подробнее остановиться на соусе. В соусе очень яркий вкус оливкового масла, потому что 150 грамм оливкового масла никуда не делось. Даже когда мы выпарили все вино, осталось только оливковое масло. Тех трудов и затрат энергии и времени, какие нужны для того, чтобы сделать этот соус, я думаю, слишком много. Поэтому не стоит этот соус готовить. Итак, друзья, мое личное мнение. Баранья корейка, приготовленная мной, имеет прекрасную текстуру, замечательная прожарка, легкая, с нотками розовинки. По поводу рецепта звездного шефа Алана Мэшисона. Здесь, на мой взгляд, абсолютно неуместны марокканские нотки цедры. Самое лучшее сочетание травок, это кимьян и розмарин. Соответственно, соль и перец, и все. Больше для баранины ничего не нужно. Итак, я приготовил замечательное блюдо. Оно вкусное. Но вы делаете выводы, стоит ли вам повторять мой опыт. Всем приятного аппетита. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok